Да, 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 да. Мы говорим о теории. Какой-то теории. Да, конечно, вот у меня даже по отношению к предыдущему семинару она постепенно выкристаллизовывается. Такая все более и более интересная даже для меня. Это, значит, первое. Но вы должны понимать, что это гипотезы. Никто вам ничего не докажет. И все, что вам преподают, это гипотезы. Это так человек думает. Но гипотезы просто, которая максимально объясняет явление, она хорошая. Потому что и в науке тоже там гипотезы и так далее. Поэтому я стараюсь... Да, конечно, я сейчас записал. Вот у меня, значит, сейчас я кусочек даже могу... Да. Значит... Да, у меня есть некие формулировки, некая система, как я считаю, более-менее стройная. как я понимаю, как это работает. Моя, как бы, идея. Вот. Она частично собрана из того, что у людей есть. Да, это есть. Но там кое-что интересненькое. Вот. И она, как бы, зиждется на таких основных... Где это у меня бумажка? ...вещах. Сейчас я скажу. Если этот листочек с собой сегодня взял. Сейчас, сейчас... Да, 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 да. Ага. Нет, что-то у меня этого листочка нету. Странно, кстати. Ага. Нет, есть. Я исходил из чего? Я тоже набратил внимание на этот рынок, что много очень, как бы, теорий, да, но критерием является все-таки практика. Да, причем эти теории могут и хорошие, они мне тоже многие нравятся на самом деле. Я понимаю, что очень трудно это все практически записать и показать, но, тем не менее, теорий много. И поэтому специально сделал акцент сначала на практику. Я хочу показать, что это возможно, что это там могу. И потом под эту практику, исходя из своего опыта, я постарался там какую-то, значит, теорию, все-таки какую-то гипотезу, которая мне нравится лично, предложить. Вот она будет. Эта гипотеза. Вот. Она, значит, все будет построено, как я это делаю. Какие варианты? Ну, например, там подход, что в одном случае мы, там, я не знаю, там первый принципиальный момент, мы берем, например, ну, на картах так проще просто, да, какая карта там десятая, например, лежит. И вот мы начинаем входить в измененное состояние сознания. Вот перед нами эти карты мелькают, там плывут то ли та, то ли не та, там иногда попадаешь, иногда нет. Я тоже там не всегда попадаю. Скорее всего, не попадаю чаще на самом деле. Вот. Но это от настройки зависит. Там настроился, там все получается. Такая волна такая идет там. Но это трудно. Я пришел к воде, что это потом Чириль не заметила. Вот она приедет, она четко подметила, это сесть не говорил. А потом мне как-то надоело все это. Я думаю, что ты там, вот, какая карта там. Потом я взял ее и назначил один раз. Думаю, пусть будет такая. Бац, а она там оказалась. Я за это дело зацепился. Я стал пробовать. И выяснил, что это легче. Вообще-то. Но легче как? Легче кто-то прошел вот этот путь сначала, как я. Просто не полуть. Надо его пройти. И потом вдруг вот это становится легче. Я не знаю, как это происходит. Там, да. Но я нашел техники, в которых условия, при которых это у меня получается хорошо. Вот. Ну, там это все на резонансах всяких. И стал думать там о внутреннем мире, о внешнем, о работе с образом, о настройке этого образа. Не случайно сказал при резонанс, что надо такую мыслеформу создать. Я же в интервью написал, кто читал, что ключевой момент, что ведь каким-то образом мысли материализуются все-таки. Если это происходит, как? Так, из чего состоит наша материя в мире, да? Оно состоит составляющих. Это вещество. Вот растение, когда растет, да? Оно же не из чего появляется. Оно там какие-то микроэлементы. Магний, кальций, там что-то еще. Да и по какой-то программке, которая в ней заложена там, в ее структуре, она по какой-то программке собирает эти вещества, выстраивает, создает структуру там, создает стебель там, и пошло-поехало, да? Вот. Следовательно, при каких-то условиях образ материализуется. Из чего состоит материальный объект? Из вещества, как я сказал, ну и по-простому из энергии, информации. Это отдельная песня, что такое информация, что такое энергия, об этом можно много говорить. На самом деле правильных формулировок, исчерпывающих, нет. Нет. Они есть там какие-то такие, но я для себя нашел, которые меня устраивают. Ну вот. Следовательно, при комбинации этих веществ образ вдруг материализуется. Для этого энергии, например, нужно много. Вот когда происходит резонанс, а резонанс дает резкий всплеск энергии. Бац! И этой энергии иногда достаточно, чтобы бац! Это появилось событие. Но не сразу. Там карты можно сразу увидеть, а события в жизни, может, через месяц у вас будет. Почему я говорю, что точность моделирования не нужна в реальной жизни. Если вы хотите, чтобы у вас там что-то произошло, произойдет это через неделю или через полгода непринципиально. Ну, особенно квартира, если, да. Лишь бы она была там. Не надо ее завтра. Пусть она будет там. Но обстоятельства будут складываться таким образом. Я это на семье неоднократно проверял. Там вот какие-то там. У меня же тоже бизнес там в Москве какой-то. Тоже там какие-то там проблемы возникают. Но я их интересно решаю. По 100% решаю. Там я просто раз. Будет так, так. И вдруг неожиданно звонят. И то еще там. Ну, не буду я там про бизнес рассказывать. Работает. Как-то там получается. Иногда меня не так понимают. А потом понимают. Спустя полгода все получилось, но не так. Ну, это как известная притча. Я хочу избавиться от перхоти на голове. Есть два способа. Либо ее помыть, либо отрубить голову. Самое главное, чтобы они отрубили. Ну вот. И понятно, да. Так вот. Заканчивая ответ на ваш вопрос, Ну, что, да, это гипотеза. Но она основана на моей практике. Как я ее понимаю? Я ее изложу. Потому что тайник их нет. Здесь специальных. Это трудоемка, конечно. Но каждая эта гипотеза, я считаю, и вот эта практика, должна взять обязательно применимо к себе. Как там есть такая пословица. Там даже никогда не надо критиковать человека, пока не походишь в его ботинках. Вы побудьте в его шкуре, а потом там критикуйте. И поэтому, конечно, это всего лишь шаблон. Делай, как я называется. У кого-то там, ну, не знаю. Я спортсмен там, да. И у каждого, вот я занимался тяжелой атлетикой там когда-то. И у каждого была своя техника. Кто-то сутулый, у него руки длинные, но он их сгибает, когда штангу тянет. По-другому подрыв не получится. У кого-то, наоборот, ручки коротенькие. Он там мог на грудь взять столько, сколько там ни один чемпион мира не возьмет. Но наверх толкнуть не мог. Голова мешала. Ну и так далее. Это довольно разные. Да, да. И поэтому это руководство к действию. Вот Наталья творчески подходит. Она вот прям... Вот если перефразировать... Да, теперь к вам. ...принцип, это... Многие могут знать принцип, но ничего не умеют все равно. А вот вопрос конкретно логарифм. То есть можно сказать, что вы подработали алгоритм. Правильно. Потому что, опять-таки, смотрите. Даже если вы все правильно сделаете. Вот я преподаватель, например, в музыке. И вот ко мне приходит ученик. Я его учу. Но одного получается, а другого... Я же одинаково преподаю. Я показываю. Вот там гамма. Вот такая там гамма. Вот пальцы так надо ставить. Вот так. Но один стал Моцартом. Или там Паганини, который на Альте играл. Вот такая скрипка. Вот так вот доставал отсюда сюда. У кого-то там пальцы. А другой не может. Моцарт один, а музыкантов много. Чемпион один, а желающих много. Так и здесь. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Поэтому тут это чисто характеристика человека уже. На прошлом семинаре там много было очень. Фактически не было человека, у кого-то не было. А в тройке это состояние? Ну, да. Кстати, я тоже заметил такой метод, как это называется. Магия заразна. В плане того, что все-таки, когда мы разговариваем и расслабляемся, мы на какой-то одной волне, как я говорю, этот резонанс. И у вас начинает получаться. Я это осознанно делаю. Это получается не у вас, а у меня через вас. Вы делаете то, что я хочу. Ну, не в смысле прям захотел. Потому что сколько раз было. И Наталья знает. Я уйду, а у вас не получится опять. И вы вот плохо преподавали. Потому что я ушел. Потому что я волну свою унес. Вы запомните ее, как это было. Вот, значит, что. Почему вот эти электронные гаджеты работают? Вот Сергеем мы летели сейчас в самолетик. Говорят, вот у меня с гаджетами электрон не получается, с картами получается. Я никак не могу поверить, что это вот работает. А я себя с ней отождествляю с этой программой. Между картами и какой-то компьютерной программки нет. Я представляю, что это она. Что это часть моего мозга. И она работает. Я забываю просто, что это там гаджет. И то же самое все получается. А раз получается с картами, раз получается с электронными гаджетами, почему не получится с событиями в мире? Я уже спросил Наталью, когда мы приехали, хороша ли погода? В этом году, летом в Белоруссии. Хорошая правда была? Вы обладаете элитическим мышлением? Каким? Элитическим. Что это такое? Работа с образом. А, это ключевой момент. Это очень важный момент. Конечно, для этого надо научиться. Все работают с образами, но у всех они разные. Ну, например, когда я, это я обнаружил случайно, эту штучку, у меня такая была фишка, когда я пытался с картами, начинал работать, вот задаешь там какую-то задачу, вот там валет, крестик, пусть там будет какой-нибудь 20-й. И перемешивает время карт. Я тогда думал, что вот я, значит, должен отвлечься, и мое подсознание, мозг отключится, и мое подсознание само так подмешает картой. И там будет он именно, такая теория у меня была, что он будет лежать именно в 20-м. И я, значит, думал, что дай-ка я отвлеку мозг, и начну там его, ну, разрыв шаблона сделать, что-то такое необычное. А что необычное? Ну, слова наоборот читать я, значит, да, решил. И вот я беру слово «казак», наоборот, «казак», там, ну, условно, я шучу, там, «ворона», там, да, «ворона», «оноров», там, например, или, например, «володя», «ядолов», «яд», ну, неважно. Вот, и когда я потом выяснил, что это не то, на самом деле, никакое подсознание, никакие руки не перемешивает, то есть я, как бы, в сторону ушел, как там перепелка говорил мне, вот, там он тоже, там, значит, мне объяснял, вот ты, говорит, я, говорит, руки свою сдаю в аренду, как бы, по своему подсознанию, я отвлекся, и они, значит, сами там это все сделали, я тоже так думаю, да, надо отвлечь, надо в заданном периоде читать или забыть об этом, вот, это получалось. Я потом пришел к выводу, что это не из-за этого происходит, все-таки мы моделируем, мы просто захотели, чтобы она была, и она там будет, вот, но для этого действительно надо отвлечься. И когда я вот эти слова задом наперед читал, я научился их очень хорошо видеть, у меня не получалось, мне очень трудно было даже слово там «мир», наоборот, прочесть, я долго думал там, вот. А потом, там, 15 букв, там, слово, там, какой-нибудь экзистенциализм, и там, бац, его там назад. Почему? Потому что это слово настолько ярко стал видеть, дробить на части, и одну часть назад прочитал, потом вторую, а в голове держу остальное. И я научился, потом и понял, когда с картами, там я, например, хочу карту, значит, вот сейчас покажу вам, чтобы она была там такой-то, такой-то, вот семерка, например, да, смотрите, семерка, бубны, правильно говорить, я неправильно говорю, не буби, не черви, а бубны, червы, это я все-таки правильно. Вот, что может труднее, представьте эту карту, вот сейчас уберу ее, и вот вы представьте, 7 бубны, и все люди представляют, что такое 7, вот 7, там написаны красненькие штучки какие-то, да, какие штучки? А вот, вот эти вот ромбики, а сколько этих ромбиков? Ну, вспомнят люди, 3, наверное, и 3. Хорошо, а вот этот 6, а 7 где? А посередине? Нет, ребята, не посередине, а вверху. А если вы посередине представите, это другая карта. Ну, она будет, может быть, когда? Ну, вот эти детали, они оказываются важны в образе. И выясняют, что образ помимо визуального, значит, визуального вида, он имеет еще и запах, и контрастность там, и тактильные ощущения. Если все их там получите, то это будет еще круче. Ну, это с анестезией вы имеете? Да, ну, там, в какой-то степени, конечно, вот. Вот, и когда я это все привязал, научился, мне уже не нужно, я говорю, 7, достаточно слова сказать, образ сам там знает уже, какой. Я даже не вижу эту карту, мне это не нужно. Потому что насобачился уже настолько, что мне не нужно уже этот образ. Так же, как в измененку входить, щелк и готов, и там, там, чуть-чуть порепетировать, там, 2-3 раза, если получается, то оно и получится. А не получается, ну, и не получится, значит. Потому что, почему не получается, сказать, не из-за того, что дар пропал. Я первые 2 года себя перепроверял все время, думаю, так, ну-ка, как там, ничего не получается, что ты там не съел, не то. Вот. Оказывается, все очень просто. Почему не получается? Да потому что у меня в голове сидела проблема какая-то. Что-то там на работе, там, проблемка, там, деньги там не перечислили, там, за то, за то, там, или там что-то там задержалось, и вот в голове. Или там вот я что-то не доделал, там, вот сейчас не доделал, я забуду. Она и подсознательно сидит. Или там недовольство, кто-то меня там обидел, там, какое-то там что-то. И вот оно сидит, вроде отвлекаешься, ну, нифига не отвлекаешься. И вот оно и не работает. А смысл это в том, что благостность. Сел, все хорошо, отдохнул, музычку послушал. Все эти мысли плохие пересчитал. А раз пересчитал, все, это как анекдот. Рассказал и забыл. Не рассказал, помнишь. Отдал, как бы, проблему. Вот. И когда ты успокоился, и нет раздражающего фактора, и только тогда одна из предпосылок, когда будет получаться лучше. Вот. Вот я к чему. Что дар этот всегда. Раз вы один раз научились, это будет всегда. Ну, конечно, может как быть. Все-таки практика должна быть, согласитесь. Да, если практику забросить. Вот я сейчас с этими картами, с бумажными практически не работаю. Ну, сколько можно. Я это только для того, чтобы вам показать. Как то, что можно записать и продемонстрировать. У меня же намного интереснее жизнь, намного интереснее вещи, которые я делаю. Но я их, к сожалению, не могу записать. А все, что я буду говорить, вы мне просто не поверите. Это настолько невероятно. Ну, просто, и сто процентов. Я даже говорить не буду. Что? Можете рассказать все? Что? Можете поверить? Не могу. Ну, не могу. Вот это другого раздражения. Ну, нет. Ну, не готовы вы еще. Ну, это все. Ну, не готовы. И на камеру не готов я это говорить. Тем более публично. Там вы записываете, видите. Поэтому. Ну, во-первых, все равно никто не поверит. Вон. Миша Моисеенко, который Тонкий мир ведет. Вот мы с ним ездили к Харитонову. Он всегда пишет комментарии. Все равно, говорит, никто не поверит. Вот. И, да. Ну, это чуждая энергия. Вот сейчас мы ехали. Этот пример со своим знакомым привел. С соседом. Один сосед. Я когда у меня получается... Я там говорю, смотри, говорю там. Ну, Петя назовем его. Смотри. Во. Ну, хороший, говорит, фокус. Я говорю, да не фокус. Это не фокус. Да это что? Там такие фокусы показывают. Я сам потом, когда стал заниматься, вот Сергей фокусами тоже увлекается. И он мне прислал ролик. И там люди показывают, что они с картами делают. Там при вас так перемешают, так сделают. Вы никогда не заметите. Я никогда не замечу. Вот. Ну, это вообще невероятно. Там просто там. Ну, вот. И поэтому никто не верит. Фокусы, фокус. Ну, мне обидно. Я же взрослый уже, лысый. Какие фокусы? Ну, показывать миллион первый фокус, их так много. Ну, это глупо. А на чем еще показать? Ну, не на чем. Вот. Я уже там уже не знаю, что я к нему сидел как-то. Если мы с ним были, арт играем. Я говорю, ну, давай, говорю, колоду там. Есть у тебя? Ну, есть там. Ну, давай. Ну, перемешай. Ну, перемешал там. Он сам свою колоду. Ну, давай карту любую назови. Ну, там, Дома Кристи. Ну, давай число любое. Сколько карт? 36. Любое число. 20. Ну, давай считаем. Отсчитывает. 20-я карта Дома Кристи. Я говорю, ну, вот видишь. Он так смотрит. Глаза стеклянные. Да не верю я в это. Не того калибра. Ну, о чем говорить. Но он не видит там упор. Ну, и не верит.